я всех приветствую сегодня у меня galaxy 3 galaxy note 3 samsung вот он у меня без крышки уже вот и отсутствует антенка как видите звоним скорую помощь экстренный вызов реакции никакой питания то же самое видите на никаких движений на рф датчики то есть антенны нет ну вот к примеру к примеру набираю на своем звоню видите да совсем другое дело что мы будем делать я думаю я думаю что проблема скорее всего усилители мощности чаще всего такое бывает на самсунгах неисправен пару power amplifier итак выключением телефон усилитель мощности вечно дефицитная на ноты третьем стоит а цпм 76 00 вот можете заказать на ebay и на али там кто где заказывает откручиваем винты у меня уже все практически открутил осталось 2 снимаем винты открываем крышку заднюю видите да каком состоянии смартфон падал бился здесь он трещина не раз итак снимаем заднюю крышку сняли крышку n95 990 05 у меня есть на него системная оплата доноровская вот я ничего не заказывал соединение коаксиальный кабель первое конечно что нужно проверить я сразу кинулся за усилитель мощности это кабель проверьте прозвоните камень просто я уже не первый раз меняя усилитель мощности на них телефон 5 6 уже приносит первое что нужно проверить эту антенну вот прозвонить здесь она у нас соединена все в порядке здесь вот нужно находится антенный модуль проверить разъемы которые коннектятся с внешним антенным модулем вот с этим вот сюда вот то у нас разъемы динамика сюда коннектируется антенна то есть через вот этот вот контакт вот все это проверить прозвонить посмотрите естественно чтобы все одну секунду сюда на месте визуально ну и если результатов никаких то передвигаемся дальше по схеме снимаем откручиваем вот этот винтик чтобы снять системы плату мне кажется даже не надо откручивать откручивать и не надо чтобы снять системную плату закрутим обратно разъем соединяем аккуратно вытаскиваем системную плату здесь у нас находится антенной составляющей свитч на этой модели со свитчем ничего не получится у нас я как-то год назад снимал видео где я снимал свитч и замыкал его напрямую не на всех моделях это прокатывает халявный ремонт называется на ноты это не прокатит поэтому свитч нам не поможет итак смотрим смотрим снимаем защитные экраны итак смотрим вот здесь у нас находится усилитель мощности покажу поближе видите на даже можно прочитать его а цпм 7 6 до 0 скорее всего проблема кроется в нем и так давайте с этой стороны уносим никакого компа ума ничего можно смело снимать вот снимать мы будем друзья вот отсюда такой вот у меня мокрый донор кстати усилитель мощности тоже пострадал от воды надеюсь он в порядке давайте мы сначала снимем с донора посмотрим посмотрим в каком состоянии у нас находится усилитель мощности то что у него попадала вода это еще ни о чем не говорит я очень много снял микросхем бга и контроллера питания и модемы и усилители мощности я имею ввиду снимал с мокрых доноров и все было в порядке поэтому попробуем это сделать и сейчас направление его так давайте приближу включу фен температуру ставлю есть и 80 320 градусов так наводим резкость нагреваем системную плату добавляем флюз 300 330 градусов я выставил снимаем его жесткости снимаем усилитель как видите контакты нормальные не думаю что он пострадал от воды никаких следов воды оксидов ржавчины ничего нету посмотрим с этой стороны сам усилитель то же самое ничего страшного я на нем не вижу видите да можно я думаю можно переставлять итак ставим ремонтируемую плату все в порядке с ним вверх прочистим спецназовым раствором итак снимаем добавляем флюз плюс поэтому вам у Так. 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 Смели. Сажестаем. Где на росте? Поставили. 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 Толкнули. Встал на свое место. Ждем. Сейчас он у нас остынет. Так. Вот я, друзья, поспешил. Я поспешил. Только что заметил. Что у нас вышел из строя, не усилитель мощности, который я снял. Который у нас, мне кажется, абсолютно в порядке. а модем посмотрите поближе покажу поближе смотрите вот на эту стекляшку это модем видите да на свет отлично видно она у нас просто раздолбанная вот что нужно было менять на самом деле сейчас мы с вами значит поменяем модем выходит усилитель мощности напрасное меню у нас в порядке вот вам еще один урок и так модем у нас немного другой конструкции это у нас микросхемка бга вот то есть конечно посложнее чуть-чуть потому что снять ее нужно нормально без шевелений шатаний чтобы не риболить надеюсь модем одинаковые vtr сейчас я посмотрю под микроскопом потому что донор у меня немного старой версии vtr 1605 л да здесь у нас стоит тоже vtr-овский модем сейчас мы с вами его долим долим и так включаем фен атака сняли резким движением модем сейчас что мы делаем мы снимаем модену с донора вот что значит был уверен оказалось совсем не так снимаем модем с донора обратите внимание на его направление вот так не получилось снять ничего страшного ничего страшного снимаем модем убираем доноры так сейчас я просмотрю контакты в каком состоянии у нас находится на ремонтированном телефоне под микроскопом контакты у нас друзья в полном порядке то есть если вы наловчитесь если набьете руку вот так вот снимать бга микросхемки быстро без шевелений то в принципе можно не реболить даже даже достаточно большие и так место готово сейчас я сейчас я проверю рабочую модель под микроскопом посмотрю дабы что-то не слетело ничего не слетело замкнул один контакт сейчас я его поправлю все в порядке и так за того что я шевельнул когда снимал этот модел модем с донором у меня замкнуло два контакта два контакта их просто паяльником снял и так сейчас я его почищу специальным раствором зачистили так так ставим его по своему направлению добавляем флюз добавляем флюз выставляем модем в своем направлении так уберу пинцет потоньше как видите я не снял вот эту вот штучку от защитного экрана поэтому давайте давайте перевернем чтобы было удобнее устанавливать мне удобно с моей стороны устанавливать вот таким вот образом и так выставляем ровно по меткам здесь они по диагонали у нас стоят включаем фен ставим ту же температуру 280-320 градусов я уменьшил до 320 так уменьшаем поток воздуха обязательно потому что его сдует просто рабочий поток воздуха у меня 100 максимальный при постановке бга опускайте до 70 я думаю я думаю до 70 нормально так что у нас со светом так что у нас со светом продвижение так как сдашь и надо но потому что в а и что сдашь надпись в Наживили как говорится, опускаем, греем. Не забывайте, друзья, разогревать всю плату, во избежание повреждений тепловых. Если эта сторона у нас горячая, а эта холодная, то где-нибудь что-нибудь может повредиться системной плате. Поэтому всегда разогревайте системную плату полностью. Дернули. Модем встал на свое место. Так, это комплексная замена. У нас получилось по моей невнимательности. Это будет вам еще одним уроком. И у меня тоже. Итак, надеюсь усилитель мощности, который я снял с донора, он у нас в порядке. Этот усилитель мощности, который я снял с этой материнской платины, я сохраню, конечно же, для следующих ремонтов. Остыло. Остыло. Давайте промоем отработанный флюс. Остыло. ДАСМОН. ДАСМОН. Открываем. Готово. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, это защитный экран. Возвращаем на место. Сюда я не буду ничего припаивать, ставить защитный экран, ничего страшного. Не случится, не произойдет, никаких шумов не будет. Так, ставим камеру. Встанавливаем системную плату, застегиваем экраны. Коаксиальный кабель. Так, с этой стороны я его зачем-то расстегнул. Так, ставим заднюю крышу, заднюю рамку. Ставим батарейку. Включаем смартфон. Так, давайте я, наверное, прикручиваю здесь два болтика, которые прижимают антенну. К антенному модулю загружается телефон. Вон, пожалуйста, видите, да, кружок с этой самой пропал. У вас появились полоски. Можем проверить. Набираем экстренный вызов. Прибавляем громкость. Видите, да, все работает. Все работает. Еще раз проверим. Все работает, друзья. Всем спасибо за внимание. Я думаю, это было полезное видео для многих. То есть, я сам ошибся, видели, да, заменил усилитель мощности. После этого увидел поломанный модем, заменил модем. Всегда будьте внимательны. Вот, не полагайтесь на то, что ломается постоянно усилитель мощности. Я на этой модели действительно ни разу еще не менял модем. Постоянно выходил из строя вот такой вот этот усилитель мощности. Вот. А тут, видите, да, был взлом. Видать, был удар, наверное. Вот, сами видите, сколько раз-то телефон падал, раздолбанный. Всем спасибо за внимание. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, не лайки. Удачного дня. До свидания.